Прямо вот на днях были с Натальей. Там ресторан Ох Мунбай. И здесь мы были только недавно. Ой, да. Бегу, бегу, бегу. Бегу, бегу. Я стою. Давай. Вот индийский магазин прекрасный, да. Давай зайдем, просто посмотрим. Вот здесь мы много палочек напокупали. Косметика у них. Это же получается корейская. Ну тут всякая, да. Чиван праж, кому надо. Таблетки. И слушают они Джимми-Джимми. Божечки. Божечки, говорит Трифола. Как домой. Действительно, ребят. Такое счастье. Вот зубная паста. 145 реда. Что? Ну это по твоей любимой косметике, да? Вообще все. Вот, я готовлю. Вот, вот. Алоэ. Вот, такие бамки. 240 грамм, 505 рублей. Ее хватит, ну, как бы, на неделю. А это что? Это вот эта маска, которую мы вам делали. Ага. Вот ее можно использовать, она как бы дешевая. То есть я ей скорее, ну, что-то, ну, у меня вот разная есть, и такая у меня есть. Кокосовое вот масло, авокадо, манго. Вот такие штуки тоже классные патчи. У меня вот такой, ну, вот такой, вот такие вообще классные. Для глаз. Может быть, это мой рай. Мой рай. О, пивотик мне очень нравится, потому что такая отличная фирма. Вот масло это для волос. У них остались цельники. Индийские. Прелесть какая. У них 130, а тут 470. Ну, не такая большая наценка. В два раза это нормально. О, прикольно, вот эти масла, кум-ку-мать. Да. Вот как раз вот это вот для снижения веса. Посмотри, какая там основа. Там должно быть, по-моему, гугл, как его. Нет, не гугл. Сейчас вспомню ним. Я не знаю, я не могу понять, где у нас есть. Ну, вот состав экстракта горциния. Горциния камбоджийская. Вот кто хочет, спрашивали меня о похудении. Вот такие там девчонки. Ну, вообще, в принципе, они в Индии покупали просто горцинию камбоджийскую. Трифола. Ну, это рай, да, мы обнаружили рай. Для глаз, вот, пожалуйста. Кайлаш. Кайлаш. Мась, крем. Просто все, просто все, что я люблю. Еще еда. Еда. Нут консервированный. Может, что-нибудь вкусненькое купим? Нет, я уже на сыроедение, поэтому... А, она уходит на сыроедение. Не упускает. Давай я хоть какие-нибудь палочки куплю. Чтобы не зря. Так. Доброе. По восемь-босемь. Какая-то она маленькая. Сколько стоит? В общем, это классно. Напишу. Так. Так. Что ты за правила выдумала в течение года ничего не покупать? Ну, потому что я транжировала. И все, и ты решила... Аскеза? Вообще ничего не будешь покупать? Ни одежды, ни как. А палочки? Тоже не покупала. У меня все есть. Это ужасно вообще. Мне даже женщина не должна так говорить. У меня есть все. Неправильно. Ты же любишь маски. Вот этот вот хороший. С золотом и маточным молочком. Вот просто положите все, да? Да. Я и держусь. Держится она. Ничего это. Пока я держусь. Все, что нужно. Черный кунжут, белый кунжут, масала для мяса, масала для чая. А кран масала. Чай масала. Понимаешь, чай масала? Вот просто не надо это сочинять, делать чай масала. Масала для риса. А запах, боже мой. Кмин черный. Паприка красная хлопья. Асафетиды. Вот асафетиды, наверное, пахнется очень сильно. Соль черная молотая. Нет, у меня это что-то другое не пахнет. Чеснок стоит. Чесноком пахнет. Гарк. Чесночная паста. Нет, она не пахнет. Ну, а это вот уже как вот все, вот как в Индии. Ну, с другой стороны, надо себя удержать тем, чтобы я, во-первых, туда скорость, ну, поеду. Поедешь, да, поедешь. Что-то там, масло? Да, стопроцентное кокосовое масло. Магазин шикарный. Не знаю, я не спросила Наталье, понравилось ей это или нет. Думаю, надо попробовать, может быть. Ты не хочешь, попробуем сладость какую-нибудь, нет? А, это рахат луком. Рахат луком, да. А, я-то подумала, это индийский, который из-за этого. Давай сейчас попробуем, купим какой-нибудь, или апельсиновый, или ментовый. Я у вас возьму, вот буквально просто на зуб, я не буду есть. Почему? Так что выбирайте для себя, ну, потому что я так уже съела хлеб. Съела хлеб. Ой, какой ты хлеб съела? Ну, вот мы же с вами кушали. Нет, давай ментовый попробуем. Сейчас, попробуем прямо вот, прямо вот сейчас вот. Вот это вот, видишь, вот в Индии продается повсеместная эта халва. Очень вкусная она. А еще мне нравится эти манки, которые... Они у них такие мягкие. Ага. Это получается, как будто бы ниточка соткана. А вот эти, наверное. Алоэ вера, а это что вот у них такое вот? Вот это вот. А это напитки. Ну, такой... Салоэ вера, наверное, горько, да? Нет, 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 он не горький, он сладкий. Даже там такие обычные кусочки плавают. Да что-то. Попробовать? Попробовать? Что-то мне даже страшно. Ну, давай возьмем алоэ вера по мигранту. Ты мне поможешь? Нет, вы будете сами. Нет, я не хочу. Нет, тогда я боюсь. А вы не будете это вкусно? Точно вкусно? Там сахар, да. Я и так как бы... А, ладно, не буду сахар. Я выбрала с сахаром вот это. Удивительный. Удивительный день, слушайте. Мы разговаривали с девочкой на кассе, с девушкой. Такая замечательная девушка, зовут Ксения. И вот у нее там и колечко в носике. Но она еще не была в Индии. Хотя очень любит и хочет в северную, да? В северную Индию. Она хочет в Тибет. А, в Тибет она хочет, да. А я-то молчу. А Дашенька говорит, а вы знаете, что вы говорите с одним из самых известных блогеров из Индии, русскоговорящих? Она, да, посмотрела там. Говорит, а какие у вас сережки красивые? Я говорю, давайте я вам подарю их, эти сережки. Они, говорю, ведро стоит в базарный день. Говорю, ну, нам и на базаре покупала, они недорогие. Она говорит, ну, я так не могу, я должна что-нибудь вам подарить. Я говорю, ничего не надо, они, правда, дешевые, у меня таких много. Вот. А она мне сняла с руки Рудракшу. Ой, это так мило. Ой. У меня аж мурашки, да. Мурашки побежали. Видите, в ГУА, когда люди прощаются, друг другу что-то на память оставляют. Там, я себе снимаю фенечку, отдаю вам. Вы мне. Все, мы подружились. Это как бы такой символ. Вот это вот как там сейчас произошло. Такой замечательный магазин, правда, большой. В прошлый раз я стеснялась, в этом я чуть-чуть поснимала. Вот. Там есть вообще все, что мы любим. Все, все, все. Да. Ну, мы сейчас где-нибудь присядем, попробуем по штучке-то. Минтовый. Давай. Рахат луком, да, это? Да. 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 Рахат луком. Ой, ну вообще. Прям милота, милота. Да. Ксенечка, если будете смотреть, вот, пусть вам серьги принесут удачу. И спасибо вам огромное за Рудракшу. Это так вообще просто впечатляет. А я просто счастлива за вас и всех. Просто так. Счастлива просто так. Как это здорово. Пошли. Вон скамейка одна, вон вторая скамейка. Какая-то из них явно для нас. Ну, куда вы больше даете? Ну, не знаю. В тени, может, пока. Еще не сильно холодно, можно сесть в тень. Магазин шикарный. Всем рекомендуем. Переулок Гривцова. Так, ну давай, открывай. Так, сейчас что-то ветер поднялся. Петербург. Это любовь. Ну, давай смотреть, как оно там внутри. Давайте. Вот, это в пакетике. В пакетике. Давай из пакетика вытаскиваем. С ментами. Мы, товарищи, там в магазине уже опять протерли руки 55-й раз. Бери, кушай. Тенучка, да? Зеленая тенучка. Как иришка. Угу. Ум, какая мятная. Освежает. Ум, какая мячка. Угу. Счастье в мелочах, да? Это точно. Сесть на скамейку, съесть, устроить пикник с маленькой конфеткой и с водичкой газированной. И все так мало нужно для этого. Посмотреть на людей, встретить хорошего человека, замечательную продавщицу, подарить ей серьги. Иди в хороший магазин. Отличный магазин, да. Да, вот сегодня ты мне так много показала. Ну, и я тоже вложила свою лепту и немножко ответила тебе тоже. Ну, там есть все, правда все. Угу. И косметика моя любимая, эти баночки. И причем так это близко от Синой. Вот станция метро Синая. Там Грестцово прошел, там, я не знаю, метров 20. Ну, выбор какой-то огромный, да? Два больших. Невероятно огромный. Как будто в индийском магазине, причем там не только же индийская косметика, там еще пареньская. Да, хорошие. Мы рекомендуем. Это какая-то сеть московских магазинов. А, Шанси. Открылись они в конце, да, в конце февраля, по-моему, да, она сказала? Да, вот здесь, да. Название странное, да? А Шанси. Я по нему Шанси, но... Да. Готовность к борьбе, она сказала, к войне. И какой-то народ, говорит, есть. Дом 1950 года. Как ты думаешь, это был жилой или какой-то партийный комитет? Или школа? Что-то, ну, какое-то административное, я знаю. Ну, потому что вот эти все... А как ты думаешь, сколько времени? Сколько мы уже времени провели вместе? А я на самом деле даже как-то и не думала. А как вы думаете? Ну, я думаю, шесть. Правда? Ну, полшестого. Я думаю, пять. Пять? Ну, полшестого пусть будет. Шесть! Да? Мы угадали, ничего. Восемь и время летим. Вот это да. Ну, что мы болтаем. Ну, вообще, просто день релакс. Несмотря на то, что попасть некуда, невозможно никуда. Да, но тем не менее, Санкт-Питер, он настолько просто город-музей и город-сказка, что по нему можно ходить, гулять, кормить птичек. Вот котенка мы не встретили, хотя и котенку мы тоже взяли, бедному, голодному взяли пакетик. Ну, зато прям по птицам выполнено. Да, да. Птички нам спасибо скажут. Они нам даже перышко принесли. А по котикам я кубочную покормлю двойной порцией. Ну, вот и закроем. Хорошо. Да, Гильштадт закроем. Сербург это великий город. Подошли, подошли, постояли. Главное, знаю, да, если ты идешь, то, ну, поделишься, если чем, есть чем делиться. Мы такие няшки или клюнем тебя, если не будешь делиться, да? Такой ветер поднимается. Ну, что, может, пойдем уже тогда потихонечку? Пора? Да, то что-то ветер. Ой, боже мой, как я устала, оказывается. У тебя вообще гомера-то нету? Нет, но я, в общем, настолько давно это все отслежу, могу сказать примерно. Если мы с вами ходили примерно 4 часа, то мы сожгли с вами, ну, не знаю, ну, калории 700 точно. Да? Да. Вот прям точно-точно. Так мы же их на твоих булочках-то и сладких шариках-то мы... Ну, это минус на минус дает плюс, понимаете, как бы. И наверстали. Ну и что? То есть мы, получается, сначала съели, потом прогулялись. Получается, ну, просто ушло. Да? А сейчас я эту конфетку зачем-то купила. Спасибо большое. Боже, боже, боже. Ну, до чего же они прекрасны. Животные-то что-то совершенное. Конечно, каждому надо по инстаграму и по ютуб-каналу. Каждой собачке и кошечке. И тогда будет в мире рай и благодать. Не будет никто злиться, потому что все будет ходить и... О-о-о-о-о! Ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме! пик все закрыто да там перекресток но он подвале тоже тебе на какую станцию метро не на академическую это красная ветка и вам красная просто мне наверх на юг ясно но я как-нибудь заеду кубе ты будешь с нами общаться я очень хочу приезжать и сходим вот где у меня в парк возьмем возьмем покрывало я приготовлю круассаны приготовлю хворст мексиканский и вот эти вот булочки которые ну не знаю там было написано что эти булочки очень популярны фото партии тоже пончики вот их тоже можно будет пончики нам тогда опять придется 700 килограмм 700 килокалорий сжигать да и сожжем уже не всегда не каждый день с утра до ночи так едим если как раз какое-то время я не каждый день с утра до ночи так гуляю а ем я всегда так сегодня как будто бы и не ели точно по нулям у вас наоборот сегодня день такой разгрузочный а вот вот 21 лампочка запомни насенной ну как же лампочки вот пронумерована мы же саши всегда спорим сколько лампочек на каждой этой станции и я всегда забываю у меня каша в голове и что считают еще лестнице они тоже подписаны а как их они вот здесь подписаны но я не вижу написано а лампочки мы всегда заняты делом мы считаем лампочки москве они не подписаны а питере подписаны поэтому можно даже сбиться 21 ряд 21 а 21 ряд ну то есть до 2 21 ряд то это получается 40 2 ну вот да язык а люди-то там без масок половина ну уже все спасибо за мед и там лучше кто же кто меня на таляда за вот я надеюсь что мы еще скоро увидимся обязательно все давай пока моя хорошая она это и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Там помыться, умыться... Боже мой, думаю, а что это со мной такое? Что это такая красная? Сгорела. Ну и что? Вот теперь вот сейчас Люда мне пантенол дала. У меня, правда, есть еще облепиха. Она говорит, теперь не смывайте, пусть это все впитается. Ну что ж такое-то? Ну как так-то? Я даже подумать не могла, что я в Санкт-Петербурге возьму и сгорю в мае. Талант. Вот, ну все, теперь я вас обнимаю. Я думала, видео уже закончилось, но пришлось. Я людям говорю, пойду покажусь. Какая я красивая. В общем, будьте бдительны, товарищи. Весеннее солнце. А теперь уже, наверное, и летнее. Когда выйдет это видео, может, уже и лето наступит. Вот такое вот замечательное, внезапное. Все, всех обнимаю, всех люблю. Продолжение следует...